Добрый день! Сегодня у нас анбоксинг без коробки. Почему без коробки? Потому что коробки не было. Это скьюб. Он называется сквушет скьюб, если я правильно произношу. И нет, и у вас ничего не случилось с изображением. Он действительно кривой или скошенный. Если вот так вот поставить, можно подумать, что он нормальный. А вот так уже нет. Коробочку компания Лан Лан, видимо, решила для подобного чуда не изобретать. Поэтому в пакетике. Так, наверное, не совсем понятно, даже по сравнению с моей рукой. Поэтому вот вам обычный скьюб рядом. Сквушет скьюб Ауян. Вот такая вот разница. Вот трешка еще, на всякий случай, рядом. То есть это реально огромная головоломка. Давайте распакуем. Я еще не распаковывал. Вот она только приехала. Здесь вот какие-то мыши прогрызли отверстие. Через него мы и откроем. Сделано в Китае. Написано. Да, модель чайник. До трех лет не давать никому. И вот он, скьюб. Огромный. Еле влезает в кадр. Скьюбище, я бы сказал. У него есть подшипники. И я его реально кручу первый раз. Смотрите, какое чудо. Ну, даже если он несложно собирается, а скорее всего, это так и есть. В коллекции такое чудо весьма хорошо будет смотреться. Как бы так поставить, чтобы он... Ну, вот. Создается иллюзия, что это нормальный скьюб. Нет, нормальный скьюб. Вот. А это сквущит. Давайте его мешать. Понятно, что при перемешивании он будет терять свою форму. Станет еще страшнее. На это надо обязательно посмотреть. И я думаю, сейчас мы его перемешаем и даже соберем. Почему бы и нет. По идее, это обычный скьюб, которого в конце сборки надо будет еще развернуть в центре. Ну, я так думаю. Так. Здесь есть вот эти вот подшипности, которые вроде как фиксируют, но не всегда понятно, где нужно остановиться. Так. Так. Ну, допустим, что вот это перемешанный скьюб. Я не удержусь и еще раз это сделаю. Вот перемешанный сквушит скьюб, вот перемешанный обычный скьюб. Разница. Раза в три больше. Ну, да ладно. Давайте попробуем собрать. Да, кстати, я не сказал. Здесь есть логотипчик j.lin или pin. Не знаю, кто это, но, видимо, дизайнер, который помогал компании лан-лан это произвести на свет. Сейчас такой скьюб не очень популярен. Он достаточно давно в продаже. И вот как-то мне захотелось собрать все шипмоды скьюбов. Не знаю, насколько это получится, но большинство их у меня уже есть. Так. Белый центр. рядом с этим уголком нужно поставить бело-синий. Есть такой где-то? Так. Первые два угла есть. Ищем дальше. Вот этот. Так. Сейчас развернем. пока еще. Ага. О. Так. Четыре угла встали. И как бы мы собрали первый слой на скьюбе. Дальше собираем желтые углы. Здесь у нас понятно восьмерка. 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 Сделаем пиф-паф. Так. Сейчас очень страшно. делать пиф-пафы. Ага. Там где-то палец застрял просто. Это пиф-паф? Да. Это был пиф-паф. И я что-то все правильно? Да. Это получился самый вертолет. Вроде даже тот алгоритм средней Сары который я хотел сделать. А теперь нужно сделать обратный пиф-паф. Видимо. Неужели? Да. Собрался верхний слой. Мне повезло. Я нигде не ошибся. И остается перемещать центры. мы видим что оранжевый центр находится на месте. Вот иллюзия нормального кубического сквиба. Так. А эти нужно переставить. Ну здесь я буду действовать аккуратно. Делаем обычный юперм. Переход. 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 Мы воспользуемся нехитрыми алгоритмами из шипмодов сквибов. Ну в данном случае мы можем конечно делать бесконечное количество раз 6 пиф-пафов как некоторые предлагают. да и сам в 300 сквибе так предлагал. Но здесь удобнее развернуть вот эти два. То есть передний и задний. Для этого мы если показать на обычном сквибе который надо предварительно собрать наверное не так быстро это. То есть для того чтобы развернуть передний и задний центр мы делаем два пиф-пафа с этой стороны. вот получается такой вертолет который только разворачивает уголки на месте но еще и центры. Перехватываем вот так делаем еще два пиф-пафа. На обычном сквибе мы ничего не замечаем а на деле вот этот центр и вот этот разворачивается на 180. Соответственно если нам нужно развернуть вот этот центр и вот этот мы просто делаем вот такой вот цветопов и разворачиваем потом его просто отменяем. Это мы сейчас здесь и сделаем. Давайте с оранжевой стороны задний цвет станет синим и нужно вот в этом хаосе сделать два пиф-пафа с этой стороны перехват Y2 и потом еще два пиф-пафа. Надеюсь я не ошибусь. Будем делать это очень аккуратно. Наден пиф-паф. Второй пиф-паф. Так то что у нас вот это на месте вроде хорошо. Наверное. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Ну и отменяем цветопов и вот наш чудо-кубический скошенный из кьюб собран. Не скажу что эта головоломка какая-то сложная. Вполне все легко. Единственное интересно что меняется форма. Нужно немножко приноровиться в каких там прорезях делать движения. Но это опять же дело привычки. Сейчас я впервые вращал эту головоломку и сразу собрал. Это все равно что скьюб экстрим. Только крутится похуже и побольше выглядит. Ну и дико меняет форму. Скьюб экстрим тоже это простой скьюб, который в конце нужно развернуть центры. Здесь больше цветов, но смысл такой же. Эта головоломка очень скажем так монументально выглядит в руках. Даже у меня от крупной руки хорошо смотрится. То ли дело маленький скьюбик, то ли дело большое. Здесь пиф-паф даже не буду. Впечатлить кого-то, удивить кого-то это да, как раз подойдет. Если где-то вы найдете вот такой вот продается, то смело покупайте впечатление обеспеченное. То есть его просто приятно иногда пособирать. Производитель OneOne вращение вполне приятное, хотя фиксация это не такая уж и сильная. Вот мы вращаем и непонятно вот здесь надо дальше продолжать или дальше вот здесь. То есть нужно немножко присматриваться в каком положении делать следующий ход. Это опять же дело привычки. Да, может заклинить. Ну в общем вполне хороший себе скьюб. Вот так он похож на кубический вот так не очень так совсем не похож а вот так совершенно не похож. Сквышет скьюб от OneOne для коллекционеров для начинающих да в принципе для всех найдете смело берите не такой уж он и дорогой возможно скоро его не останется не знаю производит ли его сейчас возможно распродает старые запасы но вещь достаточно интересная а на этом все всем спасибо всем пока